всем привет сегодня снимаю очередной влог из моей жизни сегодня суббота у нас 9 июня поменяла воду вот в этих цветочках в этой турецкой гвоздике знаете стоят уже пятый день и как живые ничего с ними не делается только конечно уже нету этого аромата который был раньше а так вот посмотрите прекрасный букет очень долго стоят только очень много пьют воды поэтому периодически доливала воду сегодня вообще поменяла помыла корешки там ну в общем листочки лишние по отрывала и опять они стоят радует глаз так что у кого нет на даче но кто-то где-то проходит мимо сейчас цветочных киосков или бабушки сидят с цветочками то вот вот эту китай эту почему я китайской называют турецкую гвоздику купите она очень долго стоит и будет просто радовать ваш глаз вашем доме вот так что вот такие делишки сегодня мы опять отправляемся на дачу не знаю если будет что-то интересное то поснимаю ну а так сейчас покажу что я готовлю что готовила вчера что готовлю сегодня в общем оставайтесь со мной если интересно вам моя жизнь что я сегодня готовлю сделала печеночный пирог но еще только пожарила коржи вот такие коржики тут у меня сейчас буду их перемазывать майонезом чаще всего я делаю печеночные торты из за куриной печени очень редко делаю и свиной или из телячьей там или из говяжьей в основном это куриная печень и когда куриная печень у меня тогда не получается какие-то особо тоненькие такие вот тонкие тонкие эти такие коржи и редко я перекладываю их перемазываю вот зажаркой из лука и моркови вот как классический рецепт печеночного торта а просто перемазываю майонезом так нам больше нравится и так как-то для нас лучше у меня сын не любит печенку в любом виде он ее вообще не признает поэтому наслаждаемся мы сможем так и была на даче срезала чесночные стрелки все время я их выбрасывала а теперь насмотрелось видео на ю тубе думаю ну что ж я не хозяйка что ли все что-то что-то с ними придумывают что-то делают как-то там замораживают перекручивают куча разных рецептов у меня здесь на даче немного но в этом году я их не выбросила все срезала принесла домой его теперь думаю что же такое с ними сотворить буду еще смотреть видео и думать у меня есть сало думала может быть перекрутить салом сделать такой как такой паштитик или как намазка такая сало из зелени очень вкусная но еще еще подумаю еще посмотрю видео а вы что делаете из этих стрелок если кто-то делает мы например селе все время их выбрасывали и соседи и и мы никогда это не было для нас каким-то деликатесом а вот а потом как-то появился у нас родственник он по национально национальности по моему дегистанец если я не ошибаюсь и он когда это увидел у него просто был шок как вы выбрасываете такой деликатес он эти стрелки там и мариновал и что он только с ними не делал но я никогда не пробовала и честно говоря не думаю что может быть понравилось мне вот ну в этом году вот решила все кардинально исправить и что-то буду делать с этими стрелками потом если придумаю вам обязательно расскажу может вы мне что-то подскажете и вот такой печеночный тортик у меня получился в разрезе это я посыпала еще сверху перчиком немножко чесночком и мускатный мускатным орехом ну а вы можете любыми приправками посыпать можно красным перчиком можно обычным молотым перцем вот и вот такие получаются такие тоненькие тоненькие коржики ну в общем очень вкусно мы такое дело любим и пожарила еще кабачки просто пожарила с майонезом все таки жареные кабачки нам нравится больше всего без никакого там туши тушения какие-то там сейчас тоже бегут и торты делают запекают лодочки с фаршем в общем огромное количество рецептов кабачков но нам нравится больше всего вот в таком жареном виде кто-то скажет что это не очень полезно но это же очень вкусно так что всем приятного аппетита сейчас буду делать творожную массу из замороженного кефира очень часто мне попадается сейчас на ю тубе такой рецепт и я решила попробовать и действительно убедиться вкусно это или нет потому что очень многие хвалят говорят что очень нежная получается творожная масса такая необычная ну в общем нужно же все попробовать поэтому я взяла кефир и покупала в т.б. вот этот кефир 3 дни с машинкой я называю очень классный поэтому обратите внимание продается я только вижу в т.б. правда взяла 1 процентный нужно было наверное взять 2 и 5 процента но в общем пожирнее что было заморозила этот кефир сейчас он у меня немножко так разморозится я потом вот марлечку соорудила такое вот сооружение как обычно кастрюлька здесь вот ситечка марлю взяла но в рецептах все вот кто делал говорят что нужно что-то такое вот и по плотнее брать может не марлю и а какой-то другую ткань такой по плотнее но если марля то где-то три четыре слоя нужно и потом поставлю это все под гнет где-то на восемь девять часов и то есть я буду ставить на ночь вот сейчас вечер буду ставить на ночь и утром посмотрим что из этого получится вот такой рецепт из youtube а проверим действительно ли такой вкусный будет сырок или нет потом вам покажу так и вот уже у нас следующий день простоял у меня этот кефир всю ночь даже больше чем 9 часов наверное часов 10 теперь разбираем это сооружение и сейчас вот там этого творожка ну я так понимаю что если был бы кефир пожирнее то наверное было бы и количество этой сырковой массы больше а так как кефир однопроцентный то и получилось очень мало этой сырковой массы но ничего сейчас я его достану оттуда и вам покажу так вот такая сырковая масса получилось вы знаете очень мягкая очень нежная сюда можно добавить по желанию или сахар или соль чем-то напоминается сырок филадельфию и вот сколько получилось сыроватки сыворотки где-то чуть чуть больше пол литра ну вот поэтому вы знаете мне понравилось на хлеб намазывать лаваш намазывать можно сюда еще вкусно получится если зелень добавить чесночок укроп там петрушку ну в общем вы знаете советую приготовьте классный такой рецепт и действительно очень нежный нежный такой получается творожок или сырковая масса ну не так много еще раз повторяю его но вы знаете достаточно поэтому вот такой проверенный рецепт из youtube а советую всем